У тебя боль, у вас даже одно не помещается в место. Нет, у меня. Я понимаю. Тамская сумка должна тоже поместиться. А, это моё. А, вы двоём? Да. Угу. Тогда будьте добрые, я тут ещё тоже вам беру. Давай, держу. Вам нужно оплатить, у вас так будет. Кручевое платье такое нельзя набор походить. А где оплатить? Здесь на месте я поменяю. Здесь будет тысяча. А, я пробовал. А где они? А скажите, а ещё дополнительно можно ссылку, да? Нет. А, это всё. Всё, что вы проносите с собой, на него должен помещаться. А, всё, понял. Если вы вдвоём, то у вас вот двое рюкзачка. Ага. Давайте оплатим. Приветствую вас, друзья и гости канала. Только сейчас я с уверенностью могу сказать, отдышавшись от перелётов, то, что всё прошло хорошо. Конечно же, не обошлось без каких-то трудностей, нюансов. Но, в принципе, этот этап пройден. И сейчас вы посмотрите видео, на котором я вам покажу, как мы это всё проходили. Где об этом почитать. Какие приложения нужно загрузить на смартфон, например. И как это всё работает. В чём их преимущество. Ну всё, друзья. Давайте смотреть ролик. Вес он около 5 килограмм. Там ещё будут мыльно-пузырьные принадлежности и всякая такая лопуда. Ну, вроде и всё. Да, ещё, может быть, захочу с собой небольшой бучок. Ну, я так думаю, на 7 килограммов веса это всё получится. Вот это спальная капсула. Ничего себе. Да, ещё очень. помимо карт и всего прочего рекомендую скачать вам программку победа создайте специальную папку куда вы положите все необходимые для путешествия программы у меня она называется travel открываем победу это интересная программка которая для себя открыл совершенно недавно здесь можно купить билет также прочитать юридические аспекты вашего путешествия правила провозки багажа который нас очень интересует всегда посмотреть как можно добраться до аэропорта на автобусе можно составить свой чек-лист допустим когда вы выезжаете с животным с ребенком в отпуск в командировку допустим наш вариант в отпуск и что вы не забыли взять с собой тут еще одного нюанса не хватает выключили бы утюг ну ладно также путеводитель по городам есть к примеру летим в пизу смотрим друзей был такой случай что они купили билеты на багаж но когда регистрировались электронно это не прошло то есть там было багаж 0 не переживайте пожалуйста спокойно едете в аэропорт и там разберетесь на стойке в принципе вот у них они довольны и прошли регистрацию сдали свои вещи за которые они оплатили по интернету ничего на стойке регистрации доплачивать не пришлось дорогие друзья хочу также напомнить вам находясь за пределами российской федерации не забывать проходить электронную регистрацию на рейс иначе на стойке в аэропорту вам придется заплатить 25 евро гидрару 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 да